Приветствую всех заглянувших любителей дауншифтерных изысков, и в частности фото-видеоаппаратуры. Для экономии места, времени, да и просто не будучи идиотом, сейчас для фото-видеозаписывательных развлечений всегда можно использовать телефон. Неспроста ведь в них добавляют такие мощные камеры, а иногда и понесколько, а иногда и узоры из них делают. Я всё жду, когда уже наконец выйдет телефон, у которого вся жопа будет состоять из камер. Однако эта идеология вставки множества камер с поводом и без была и ранее, и активнее всего проявлялась она именно в нулевые. Именно тогда выходили знакомые нам всем фотофлагманы, успешно прикидывающиеся телефонами. Но так же, как и все телефоны, со временем они устаревали и оказывались забытыми. Ну и того, насколько нужно быть поехавшим, чтобы использовать один из таковых сейчас, как раз таки для фото-видеозаписи. Ну, в конце концов, если речь пойдёт о нокиевской серии N, эта идея уже может не казаться настолько тупой. По счастливому стечению обстоятельств, именно здесь сейчас у меня оказались две фотофлагманские модели из этой линейки. N70 и N82. N70 не работает, так что на него, в общем-то, насрать. А вот N82 порадовать ещё может, и, надеюсь, в нужных местах. Соб текает Carl's Sais 5-мегапиксельной камерой, стабилизацией, ксеноновой вспышкой и физическим механизмом. Не зря могло показаться, что этот телефончик не самый тоненький. В своё время его фото-видеоаппаратура была максимально тащевой. И было это году это в 2008. И опять же, как нужно двинуться крышей, для того, чтобы хотя бы задумываться о том, чтобы использовать его как фото-видеозаписывательную аппаратуру сейчас. На самом деле, не особо. И дабы в очередной раз в этом убедиться, нужно иметь представление о том, что такое N-серия. Если вкратце, это флагмановая серия Nokia середины и конца нулевых. За свой кнопочный телефонный путь Nokia успела отметиться в разных категориях. У неё были и модные молодёжные линейки, и музыкальные, и бизнес-направленности, и даже что-то совершенно уникальное, разрабатывая которое Nokia рисковала всем. Однако всё же во всех категориях основной идеей было сделать такую мобилу, которая понравится абсолютно всем, и которая послужила бы пользователю ещё долгие годы. Апофеозом же этой идеей и стала знаменитая серия N. С 2006 по 2009 год под эгидой N-Series разрабатывались действительно крутые и мощные мобильники. Акцент в их использовании уже полностью смещался на интернет и мультимедиу. Большинство из таких моделей уже имели в себе 3G, да и железо в них стояло весьма тащивое. Но и само по себе стоила такая роскошь совсем немало. Продавались такие мультимедийные флагманы примерно за цену мощных виндузных коммуникаторов. Но даже в этом случае с фото-видеозаписывательной частью N-серии мало что могло рядом стать. Особенно в сегменте мобильных телефонов. Иногда даже полноценные цифровые фотоаппараты отставали в качестве от дорогущего фотофлагмана. Но если телефонная часть предсказуемо устаревает, фото-видео-система в таких моделях ещё на годы вперёд должна была быть для пользователя чем-то особенным. Ведь по большому счёту именно за неё и переплачивали. Более того, неспроста мы сейчас видим столько роликов на тему камерафонов прошлого, которое умудряются тащить даже сейчас. Происходит это именно потому, что формула работает. И если не телефоны, то их камерные приращения вполне себе умудряются до сих пор впечатлять. И вот теперь не правда ли не кажется эта идея такой уж невозможной? Nokia вкинула немало сил и средств для того, чтобы камера продолжала впечатлять даже спустя годы после устаревания мобильной части. Так что с моей дауншифтерной точки зрения Nokia свой шанс заслужила. Вот и давайте взглянем на то, насколько хорошо и удастся стать той самой камерой современности, которую самозабвенно делали таковой в 2008-м. Вообще, держа этот телефон, складывается впечатление, что он и был заточен в первую очередь под камерные функции. Клавиатура и номерной блок максимально скукожены и неудобны, дабы оставить больше места дисплея. При этом управление самой камерой выглядит выдающимся даже сейчас. По сути, здесь полноценный набор функций цифрового фотоаппарата. Мало того, что это всё подсвечивается, чтобы вы даже в темноте смогли сориентироваться. Помимо корректировки фокуса и спуска затвора, здесь есть полноценный зум, реализованный через качельки громкости, и даже кнопка мгновенного перехода в мультимедийную библиотеку, для того, чтобы сразу можно было просмотреть отснятый или отфотканный материал. Обычно так делают на цифровиках, чтобы сразу можно было записать нужное фото. Так что внимание камере тут было уделено максимум. Состояние самого телефона к этому времени не оставляет желать лучшего. Судя по всему, определённые его части менялись, и возможно даже дисплей. Ибо заменённый мало того, что тусклый и не регулируется, так и вдобавок панель не защёлкивается до конца. Судя по всему, что-то где-то просто не подходит по размеру. Но это всё скорее лишь для того, чтобы понять, что выживаемость таких мобил была довольно высокой. В любом случае на фотоаппаратуре повреждения не сказались. Как и в большинстве фотоаппаратуры, линза защищена отдельной шторкой, которая ручным образом снимается. Были, конечно, модели и с автоматическими шторками, но и стоимость телефона и его размеры в этом случае увеличивались колоссально. Ну и, соответственно, при снятии шторки сразу начинают работать и камера, и светодиоды. То есть телефон отлично представляет, что вы сейчас собираетесь делать. Это что касалось аппаратной части. А теперь переходим к программной. Настройки фото. Сразу видно, что программа старается вывести абсолютно все камерные функции на главный экран, чтобы их не нужно было искать. То же касается и переключения фото и видеорежим. Оно делается моментально. Да ещё и камера запоминает, что вы делали в последний раз. Современные смартфоны, конечно, умеют так же, так что здесь Nokia особо не выделяется. Режимов съёмки же здесь немало, но в первую очередь волнует качество. Максимальное разрешение фоток здесь 2592 на 1944 пикселя. И качество их действительно годное. В максимальном качестве фотки выглядят примерно так. Вот для примера, как фоткает мой походный смартфон 2019-го. Едва ли, конечно, здесь можно заикаться о конкуренции с нынешними аппаратами. Ибо если уж качеством снимков он способен побороть дешёвые модели, тот же фокус наводится непростительно долго. Из-за чего большинство сделанных вами фоток рискуют выглядеть вот так. Но если уж звёзды вряд сошлись и всё навелось хорошо, такие снимки спокойно могли отправляться во всякие фотоальбомы. На правах тех же снимков, сделанных уже с любительского цифрового фотика. С другой стороны, вряд ли именно эту штуку вы будете таскать с собой, как необходимый фотоаппарат. В конце концов, всегда ведь проще обычную мобилу из кармана достать. А этой штуке, по сути, ещё и подготовка нужна. Так что его фотоприменение сейчас остаётся довольно спорным. Но всё же фотки это не такое уж достижение. Фоткать умел даже монохромный геймбой. А вот видео, причём в хорошем качестве, вот это уже серьёзное достижение. Так что давайте о нём. В настройках видео режима функции уже поменьше. Оставлены, пожалуй, самые необходимые. Нечто вроде разрешения и стабилизации переключаются из единственного меню. И в случае последней, картинка действительно успешно стабилизируется. Однако это сильно сказывается на качестве. Кадр становится заметно менее чётким. С выключенной же стабилизацией она действительно отрабатывает на все свои мегапиксели. Та самая пятёрка мегапикселей с качественными линзами очень хорошо ощущается. Правда, местный автофокус порой всё портит. Удалённые планы мгновенно могут превратиться в мыло. Как GoPro её даже в самых смелых ожиданиях использовать не получится. Но так-то ни в статичных планах, ни в движении камера не излечится от одной очень серьёзной проблемы, ставящей крест на её использовании в принципе. Снимает она максимум на 640 в 480. Даже для того года это крайне мало. Ведь по сути в том же году 5700 уже снимала 800 на 600. При этом не будучи фотофлагманом. И похоже в этом месте можно заявить, что такая Nokia как камера сейчас вообще не котируется. Хоть фото качество и до сих пор достойное, вряд ли хоть кто-то имея современный телефон рискнёт этой Nokia воспользоваться. Да и такую видеосъёмку вряд ли кто-то сейчас рассматривать будет серьёз. Это всё, что касалось фото-видео части. И к текущему году она проигрывает практически во всём. Для примера давайте попробуем сравнить с моей походной мобилой за 2К 2019. Это её съёмка в 720. Очевидно, не самое лучшее качество и полное отсутствие стабилизации. Но всё же в отсутствии альтернатив, с чего бы вы захотели посмотреть видео. С этой мобилой, которая знает, что она дешёвка в 2020. Или с Nokia, которая была уверена, что сможет продержаться ещё долгие годы. Я в отсутствии альтернативы всё же отдал бы предпочтение широкому разрешению. Разрешать же 640 на 480 до уровня HD просто противоестественно. Да и в отличие от смартфона, сюда программу, чтобы снимать в HD, не поставить. Максимум, где у него до сих пор есть какой-то шанс, это фото. Но даже здесь эту модель уже точно никто не станет использовать. И дело тут уже не в камере, а в самом телефоне. По каким-то причинам в телефонной части используются худшие наработки Nokia, которые, увы, в то время были ей свойственны. В основном это батарея. Здесь используется следующая версия после знакомого всем фонарика. Но вот если фонарики с середины нулевых доживают до нас без потери в ёмкости, то такая батарейка хорошо, если сейчас вообще запускается. Да и более того, из-за изменённых штырьков сюда бы что уже не поставить. Нужна именно Nokia того года, или что-то максимально на неё похожее. Надо ли говорить, что большинство подобных батареек были недолговечны. Да и по сути, даже этот телефон сейчас без повербанка лучше не выгуливать. Порадовало, что для перекачки файлов здесь используется microUSB. С точки зрения файла обмена это просто отлично. А вот с точки зрения зарядника совсем нет. Для зарядника здесь предусмотрен собственный Nokia-вский штекер. И только он. А вот это уже проблема. Потому что с этой батарейкой заряжать эту хреновину вам теперь придётся часто. А для неё уже нужен специальный провод. И обычным microUSB шнуром, который вы всегда таскаете с собой, вы его не зарядите. Так что если эта штука разрядилась в поле, вы остаётесь без камерафона. Последнее, что радует в этой компоновке, так это стандартный миниджек. Во всяком случае, музыку с этого телефона можно было бы слушать стандартными способами. А можно было бы, потому что конкретно здесь проблемы с батарейкой никто не отменял. С её потери ёмкости музыку с него вы будете слушать минут 20. После чего она гарантированно сядет, а вам в очередной раз придётся доставать Nokia-вский провод. В общем, какой итог можно подвести этому телефону? Было ожидаемо, что камера не сможет показать мастер-класс в сравнении даже с современными дешёвыми моделями. Однако, если по чесноку, она к этому даже не приблизилась. Ну, с точки зрения видео уж точно, фото ещё более-менее на уровне. Однако, даже использовать такой телефончик сейчас для приёма SMS-ок не вариант. Во всяком случае, с ужасными батареями того времени. Вряд ли он продержится больше пары часов, даже если будет лежать и вы не будете его трогать. А сходу найти этой батарейке замену может стать проблемой даже для прошаренного телефонного мастера. В общем, чем он сейчас может стать точно, так это годным коллекционным экземпляром. И просто радовать вас при каждом взгляде на себя. Находясь на полке рядом с такими же устаревшими, но милыми сердцу девайсами нулевых. И мой сегодня заслужил отправиться именно туда. Больше я его пытать не буду. А вам, надеюсь, было интересно смотреть хотя бы на эти попытки применить его в науншифтерных нуждах. Ну и цените классику, друзья. До скорого.